Встречу с журналистами Фёдор Рубанов начал с обзора праздничной недели. На городских ёлках побывало около 12 тысяч человек. Но не для всех Новый год завершился хорошо. От петард и фейерверков пострадало 5 человек. А вот ложному заминированию 38-й школы, о котором стало известно 4 января, Фёдор Рубанов уделил особое внимание. Он отметил, личность звонившего установлена. Это ученик 8-го года обучения этой школы. Сейчас ведётся следствие. За данное деяние предусматривается уголовная ответственность. Потому очень важно, чтобы мы честно говорили, в том числе и на этот вопрос, чтобы остальным было условно говоря неповадно. На контроле у госадминистрации ухудшение катерного сообщения между северной стороной и городом. На данный момент ведутся переговоры с перевозчиками, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию. Мы сейчас находимся в периоде консультаций между Севастопольской городской государственной администрацией, профильными его подразделениями, Севастопольским городским советом, который имеет в своём составе две профильные комиссии. Это комиссия по транспорту, вы знаете, да, и бюджетная комиссия, которая занимается начислением компенсации за перевозку льготной категории граждан. И третья сторона – это непосредственно судовладелец, который обеспечивает эти перевозки. Проблема непростая, но я убеждён, что в том числе и в бюджете, который мы планируем принять в самое ближайшее время, ответы на этот вопрос будут даны, и мы вернёмся к прежнему графику перевозок. Далее первый заместитель городоначальника перешёл к вопросам финансовым. Доходную часть бюджета Севастополя 2013 удалось выполнить на 100%. Как следствие, в Новый год вошли без долгов. Сейчас специалисты работают над составлением бюджета 2014. Мы планируем, что бюджет будет не ниже прошлого 2013 года. Мы рассчитываем на то, что он превысит 2 миллиарда 100 миллионов в гривне. Этот бюджет должен стать бюджетом развития. В приоритете, конечно, у нас будут социальные вопросы. В 2014 исполнится 70 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим планируется уделить особое внимание людям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. Фёдор Рубанов подчеркнул, ветераны не на словах, а на деле должны почувствовать заботу и уважение со стороны потомков. Владимир Сорокин, Деливер Меджитов. Программа «Наше время».